И это... Привет всем, дорогие друзья! С вами Вован, и я вернулся. И, короче, дорогие друзья, сегодня у нас очередная модификация, но сегодня нужна модификация специально для Doom. Называется она, дорогие мои друзья, Brutal Doom 64. Короче, это брутальный Doom, но теперь еще и с графикой 64 стиль. Блин, знаете что? У меня сейчас жестко лагает по той причине, что, короче, зацените просто. У меня обдолбанный бандиком делает специально именно так, короче. Покетить я наверняка сейчас сделаю немножко поменьше качества. Короче, ребят, у меня этапа уже на среднем стоит, так что вот такая вот жопа. Ну, конечно, на самом-то деле у меня не лагает, если брать без бандикама. Без бандикама мне вообще не лагает, но сейчас вот такая вот жопа. Это все именно из-за бандикама. Так что давайте, по крайней мере, мы пройдем хотя бы там первый уровень. Блин, не понимаю, что это за говно. Это все из-за долбанного бандикама. Серьезно. Я не понимаю, почему он так обожает у меня. Ключи. Лагать, блин. И так уже на среднем приоритет стоит. И так уже изображение будет лучшим. На тебе. Блин. Хотя поставить, я не знаю, типа, лома или же. Она здесь специально для таких компов. Типа, хочешь что-нибудь там записать? А на тебе, блин. Нормальная игра, типа, на графон он вот, как у меня, к примеру, вот в таком случае. То есть, без никаких там программ. Все вообще нормально, все вообще окей. А в данном случае у меня, то не, потому что у меня, конечно же, работает старый добрый бандикам. Хотя с фрапсом наверняка было бы лучше, но проблемам немного меньше. Дело в том, что фрапс делается так, что сам файл занимает просто целую кучу гигабайтов. А мне такого дерьма не надо. Здорово. Есть. На самом деле модификация реально шикарная. И я вам реально просто советую ее сыграннуть. Вот реально. Вот если вы выбрались на Бруталдун 64, то просто возьмите и сыграните. Вот, запомните себя навсегда. Бруталдун 64 это дарнота. Вот пройти я бы даже с радостью. Наверняка я ее все-таки пройду. И знаете что? И вот просто вот расскажу вам мои впечатления насчет нее. Кстати, в самой игре у нас есть два режима. У нас есть режим Tactical и Classical. Они с чем я так что прикончили. Ладненько. Пофиг. Видите? Довольно хорошие модели. Вот. Попробуем теперь Tactical. Давай, Tactical. Какая-то разница. Ну давай. И вот Tactical. Нет, например, давай. Давай. Так, давай начинаем. И у нас почему-то в начале вместо пистолета автомат. Давайте вот на все оружие посмотрим. Классов Горис вбивал. Вот, двойная бенцикла. Шикарно. Именно этот вам показать и хочу. То есть оружие, которое я срегреватил. Давай на этот срегреват. Давай на этот срегреват. Прыгать можем. Это уже что-то. Блин. Давайте вверх. Нам нужно вернуть. Знаете? Игра реально шикарна. Какого-то фига она у меня подробно лагает. Это моя самая главная бенцикла. Если использовать бандикам. Она не лагает. Даже если пистолета монета. То же самое у меня было с Грацци. Помните? У меня реально жестко лагал Грацци. Дело в том, что вот без бандикама у меня Грацци не лагал абсолютно. То же самое у меня и вот с этой вот самой иголей. На тебе. Блин. Жаль только одно. Здесь аптечек мало. Не щучу. Здесь реально очень мало аптечек. Могли бы и побольше дать, чтобы... Чтобы, блин, легче хотелось бы было проходить. Это факт. Нет, совсем легко. Ну, наверняка, это дом именно поэтому-то и есть. Брутальный. Оба. Пулемет. Этот пулемет я знаю. Он даже, кстати, будет в одной из модификаций у нас еще. Не помню только название. Но реально. Вот такой пулемет мы еще, сами дорогие мои друзья, встретим. И это стопроцентно. Блин. Какую фигу я уходил, если я мог просто взять и найти там... Я уже мог просто взять и спокойно открыть двери. Блин. Сейчас, наверное, где-то покончу. Так вот. Ух ты, Бен. У него есть и минус. А может, еще... Ясно, это автомат, но нифига не работает. Давайте тогда еще раз попробуем. Ну, давайте так. Бибол. Да и достаточно, давайте. А здорово, емко. Пиаря. Хорошо стреляет. Здорово, биби. А в гаду куда? Что это? Какой же появился? Фак. А было было, да? Давай. Время умерать. Ха. Класс. Я просто проскинулся на эту часть. Ох ты, блин. Это же реально брутальный дум. Брутальный дум отличается именно тем, что у него повышенная жестокость. Даже не только этим. Брутальный дум в целом-то и должен быть жестоким. Кью, а на кью, да, на кью мы также пинаем. Это обычная функция. А на F. На одной из клапок можно было показать факел и приятный крикл. И какого-то такого факела в целом. На тебе. Класс. Блин, это даже все просто шикарно. Серьезно, вот сама игра просто шикарнейшая на самом деле. Играть не вы можете с попада. Найдете, блин, да с радостью возьмите, скачайте, сыграните. Игра шикарная. У меня вот это лагает, но это не по причине слабого конфа. У меня комп на самом-то деле вот такой вот мог бы из чего выдержать. Ну, вот такая вот игра для него-то без проблем. Дело не в этом просто. Дело в том, что у меня в антикам-то работает. Класс. Малая дот видания. О-о-о-о, даже не просто посудя. Здорово! Мне шикарно, что врага можно так спокойно прикончить. О-па. БФГ! Ого! Она здесь, блин, еще сильнее. Что-то тут нельзя. Это что, блин? Что такое? Фак. Это же... Это пушка... Лена, пушка реально жесткая. Натязная шкафа. Фак, это лазер! Фак. Посмотрите, у него 8-битная моделька. Ну, фак. Это не то, что лазер... О, выход. Ну, как у нас здесь все оканчивается? Ага, вот таким вот способом. Тоже классненько. Безадача, если я там... Не знаю, здесь секретика, на самом-то деле. Вот реально, просто надо вот взять мне вот эту штуку пройти. Она реально уж шикарна, на самом-то деле. Ну, а перед нами я противостояние. У меня как-то все доступно держат. Пластико облагает патикам. Какой, что за голову на себя? Слагаешься патикам? Я Грецу еле-еле, блин, не перестал. Даже прямо сейчас делал для вас выпуски обзора оружия Грецу. Хотя, блин, последние выпуски, я не помню даже когда был. Это что такое, фак? Светотень! О, да, они поработали на светотень. А сейчас мы давайте, давайте, пусть это будет ловушка. Пусть это будет ловушка. Получается свет. Вот так. Ух ты, блин. Ну так, оружие, это то, что здесь просто нравится. Оружие здесь будет жир, конечно. О, блин, я думаю, что после разведки... Это космос. Детка. Стоп, так говорит, это же Марс. А мы тогда где? Это событие, думаю, развивается. На Марсе? Хотя бы, ну, у тебя сейчас Плутон. Или нет? Если Плутон... Плутон, я даже честно говорю. Плутония все-таки. Так и называется. Плутония. Если Плутония, то я не ошибаюсь. Знаете, пожалуй, мы уже на этом вот даже можем и закончить спокойненько. О, реально. Вот модификация хорошая. Я вам скажу вот что. Вот увидите просто вот эту модификацию. Тем, вот, наткнетесь где-то в интернете, брутал Дум-64. Все, скачьте сразу же. Даже не думайте на том, чтобы не скачать, что это реально шикарная модификация. У нее реально приятно играть. У нее повышенная жестокость. Это также плюс, как у меня. Это просто шикарная игра. Которая реально смахивает на Дум-64, честно говоря. Хотя наверняка мне, кажется, скажут, что нет. Это точно. Ладно. Я так не считаю. О, факт. Здесь вон, чтобы делать эту работу. Блин. Что-то так прыгать. Факт. Факт. Ого. Это все, блин, просто идеально, ребята. Что-то что-то такое? Что-то огромное. Давай вниз. Иди вниз. Здорово. О, блин. О, да. Давай, открывайся. Давай. Вот так. Все, я закончил. Здравствуйте. Нет, у вас слишком много. Ладненько. Пожалуй, уже сдохли. Пожалуй, на этом вот мы и закончим, дорогие друзья. С вами был Иван Ван, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. А в следующем выпуске точно не будет вообще никаких лагов. Обещаю вам этого, дорогие друзья. Но, пожалуй, уже на этом все, дорогие друзья. Запомните. Если вы увидели Brutal Doom 64, сыграните. Это реально шикарная штука. Но у меня просто с бандикам лагает. Вот в этом-то и дело. Продолжение следует... Продолжение следует...